Всем привет! Можно подумать, что это очередное видео с рассмотром закупок, но в них, именно в такие видео, можете посмотреть, которые пропустили, я вставляю всякую полезную информацию. И сегодня, собственно, ножницы какие-то кривые, непонятные. Это из аптечки авто. Её нужно заново покупать каждый раз, она просрачивается. И ножницы покупать, конечно же, не нужно, можно из этой аптечки взять. Но сегодня я хотел не об этом поговорить, не только об этом, но и о том, что закупил, где закупил и что нужно качать свои права. Особенно в таком обществе, где права человека, права потребителя, права женщины, права мужчины и так далее, что-то значит и ценится. Собственно, только когда мы качаем, начинаем качать права, которые нам хотя бы формально, хотя бы формально на нас можно их применить, тогда и начинаются разборы, что да как, почему эти права вообще имеют место быть или нет. И если мы будем забивать на наши права, не будем их качать там, где мы правы, но нас обманули, и мы говорим, да ладно, пускай обманывают и так далее, там мы отдаём свои права. И возможно это какие-то громкие слова, но мы купили на Рождество конфеты, вот эти бужа-бужа, они оказались в итоге просрочены, причём на момент покупки их нами. Я, конечно же, это не упустил из виду, мы сфотографировали всё, отослали в магазин, и они очень быстро ответили, и в итоге всю полную стоимость нам возместили. Сегодняшние закупки в пивомагазине нам пришлось заплатить в итоге 8 евро, а всё остальное эти конфетки возместили. И да, всё вот так вот происходит, если бы я подумал, да, или как мама моя, да, старая закалка, или там шоколад, ну я в принципе сам понимаю, что он может и дольше храниться, но в любом случае, я купил просроченный товар, не должно быть такого в Германии, я написал, мне возместили 12 евро 79 центов, и по-моему это отлично. И здесь начинается с конфеток всё, но и заканчивается вплоть до того, что, допустим, кусты растут так, что не видно, заворачивает ли велосипедист, и это на этот момент указала моя сестра, написавшаяся, написавшая в полицию. Собственно, кустов уже нет. Но посмотрим в итоге, что я закупил, что мы закупили. Это кимчи со свежим имбирём, вот так как-нибудь сверху, возможно, Камила показывает, я буду разные продукты презентовать. Это вот самые кимчи, давно очень не кушал, они были в предложении, и посмотрим, что это такое. Вот это домашнего производства капуста, как это надо называть, сквашеная капуста, ну короче, вы видите, она просто очень вкусная. Дальше у нас имеются вот такие вот штучки, это артишоки и томаты сушёные, это получается антипасти. И да, вот это всё, вот эти две вещи стоили 5-10, это органик качества. И дальше у нас есть лук, не очень интересно, наверное, вам смотреть. Вот это, Камила, расскажи, пожалуйста, и упомяни про эту штучку. Это йогурт, топливный стоил очень. А, окей. И вот эта марка, они убрали пластиковые крышки. Да, вы можете помнить, что там пластиковые крышки. Я обманываю пластиковые. Вот это пластик, но, блин, они больше ни в чём не предлагают. Можно ещё в пакете огромного взять, но он тоже из пластика. И дальше у нас 0 грамм сахара. Опять-таки можно добавить, кто хочет. Этот соус, этот тамари, да? Сорый соус без глютена, так называется. Ммм, окей. Но он очень вкусный. Мы поэтому взяли яблоки, отчасти из, по-моему, все из Германии, но парочка даже из нашего города, по-моему, есть. И вот такие вот сосиски. Очень вкусные. Майлд. Точнее, мы не пробовали, чем я говорю. Даже я их не пробовал. Но, вроде как, дети любят их. И, соответственно, я с Камилой, наверное, тоже. Био-огурец тоже откуда он из Испании. Сейчас очень много скандалов. Или всегда были, на самом деле. Но сейчас какой-то очень массивный скандал из Америки был по поводу обмана. Био-не-био. И, да, в итоге, те, кто виноват, были пойманы. А вот это картошки сегодня пойдет. Да, картошка здесь рядом. Вот. И она, соответственно, скоро почистится мной. И это пойдет к картошке. Тут всякие грибочки и всякое такое. Не в биокачестве. Вот. Это соевое молоко со вкусом банана. Просто мега что-то с чем-то. Очень редко покупаю, потому что такие вещи могут приесться. Вот, пожалуйста, макароны. Тоже крутая такая бумажная упаковка. Здесь, опять-таки, пластиковое окошко. К сожалению, во многих так какие-то итальянские. Не биокачество. Они были в приложении в обычном магазине. Овощи в биокачестве. Здесь вот смесь, соответственно. И, Камила, вот это что это такое? Кузины. Сливки. Все это вроде сливок, но это лайм. Меньше жира. Очень мало жира. Апельсины иногда у нас не уходят. И поэтому я взял всего лишь один. Новелина называется сорт. И, в принципе, он очень вкусный. Мандарины, киви. Такие вещи. И, в том числе, вот, после Нового года мы использовали майонез веганский. И он был с каким жиром? 43. 43 грамма жира. Здесь 20% всего. И мы его взяли на всякий случай, чтобы когда-нибудь с чем-нибудь возможно использовать. В принципе, это не проблематично. Особенно, если ты набираешь вес, а ты что. Но, вот эти скиттлс, они, это, по-моему, единственный вкус, да? Угу. Единственный вкус, который по вегану. И они были в уценке 35 центов. То есть, их бы выкинули. Ну, или бы оставили, как в том биомагазине. Может, кто-нибудь взял, посмотрел бы на срок годности. Вот. И, собственно, это было, пожалуй, все, что мы сегодня закупили. И, да, еще раз моя апелляция или призыв ко всем, кто подключился. Если ты видишь какое-то несоблюдение своих прав как потребителя, в основном потребителя. Потому что, если, допустим, конституция нарушается в России, не редкость, к сожалению, то, что сделаешь с этим. Нужно выходить на улицу, собираться в большие группы, конечно же, протестовать и так далее. Как все это, к этому призывают другие блогеры политические. Я не знаю, что конкретно лучше сделать, если твои права конституции. Конституционные права были нарушены. Без понятия, что лучше всего, как поступить. Напиши мне в комментариях. Но, если права потребителя твои были нарушены, то, первое, конечно же, воспользуйся всеми социальными источниками производителя. Напиши ему нормально. Если ты в Германии, то я иногда пишу прямо по-жесткому. Типа, вот про конфеты я написал. Мы хотели на Новый год. Мы фактически хотели их на Рожительство подарить. И оказалось, что они просрочены. Ну, типа, вообще классный подарок, да, просроченный. Типа, может, нам подарили. И мы два года хранили их в шкафу и хотели передарить. Короче, ситуация была дурацкая. Я именно так и описал. Но, вообще, лучше всего, конечно, уважительный тон соблюдать. Если это не проходит, обращение в суд, защита потребителя у нас стоит определенную стоимость. То есть, это юридическая помощь в самых разных вопросах, на самом деле. И там, что ты решаешь какую-то тему на тысячи евро, что ты решаешь какую-то тему на десятки евро, стоимость помощи будет примерно одна и та же. Это, конечно, здорово. Я еще никогда не пользовался, но моя знакомая частенько пользуется. И это множество раз ее вручало в споре с провайдерами. Да, в основном с провайдерами, что мне первое приходит на ум. Окей, это было все на сегодня. Если у тебя есть еще какие-то вопросы или случаи, как ты разбирался с тем или иным производителем, то дай мне знать, конечно же, в комментариях. Если случай прям мега суперинтересный и большой, напиши мне в личку, письмо или что. Все средства связи со мной ты знаешь. Если ты заинтересован в закрытой группе на Телеграм, в которой обсуждается куча всяких тем, то, конечно же, зацени варианты спонсорства меня. Огромное спасибо. До новых встреч.